Мне многие говорили, что у него очень качественные и хорошие анимации. Я не раз слышала, мне прям многие просили посмотреть. С первых кадров я тоже поняла, что в принципе он норм рисует. Я не знаю, в чём тут будет сюжет. Анимация называется «Я сверхчеловек». Давайте посмотрим. А что здесь сверхчеловек? Это история о том, как во мне пробудили суперспособности. Как это изменило мою жизнь, спросите вы. Никак. Я всегда воспринимал жизнь как видеоигру, в которой я главный герой, а все остальные второстепенные персонажи. Как оказалось, все так думают. Но в детстве я об этом не подозревал, поэтому, как и все мальчишки, мечтал стать супергероем. Я тоже хотел, чтобы меня укусил радиоактивный паук, превратив в спайдермена. Хотя бы на минималку. Но сколько я не кораулил их на сельском толчке, в главном логове всех мух и пауков, меня так никто и не покусал. Кроме комаров. Очень скоро я разуверил суперспособности и почти окончательно признал их выдумкой. Но жизнь любит поиграть с нашими убеждениями, а? В самый разгар летних каникул, когда дворовые локации порядком поднадоели, мы с друзьями обнаружили новое обиталище. Зеленое наслаждение. То есть, зеленое насаждение. Только хотел сказать. Это пресса посадки находилась рядом с футбольным полем. Вот здесь, кстати, мы запускали адский куб. Тот самый фейерверк из прошлого видео. Тут у нас асфальтированная дорога, там дальше гаражи и край карты с непрорисованными текстурами. Короче. Наш кусочек джунглей был очередной возможностью уйти от скучной реальности. И обитали мы там подобно приматам. Прыгая с ветки на ветку. У нас даже был свой обезьянный диалект, который использовался для шифрованной передачи информации. Если нас собиралось 5-6 обезьян, мы играли в обезьянные догонялки. Да, ветки ломались, мы падали, царапались в кровь, но это никого не останавливало. Прохожих почти не было. Нам нравилась эта изоляция. Мы будто обитали на отдельной планете. Планете обезьян. Но однажды произошло внезапное вторжение. Может, мир битый идиот? Это был легковой автомобиль, который не торопливо вполз на нашу территорию. Из машины вышел здоровенный чернобровый горец. Этакий рахман-совратитель лапочек. Мы вмиг замолкли. Альфа-самец открыл заднюю дверь и помог выйти хрупкой светловолосой девице. Я уже боюсь представить, что будет дальше. По тону голосов стало понятно, что оба подшафе и жаждут взрослых приключений. Как фокусник он искусно выхватил покрывало из ниоткуда и постелил аккурат рядом с машиной на мягкую травку. Так же ловко он схватил девушку и, крутанув ее тулупом, уложил навзничь, выготовленное ложе. Отчего-то захохотало в приступе очередного восторга. Затем он сдернул с себя рубашку, обнажив самую волосатую грудь, которую я видел, и опрокинулся на объект своей страсти, издавая нечленораздельные звуки. Мы просто окаменели, сидя на ветках и уставившись на происходящее. Нас распирал дикий страх и безудержное любопытство. Все понимали, к чему идет дело, но никто не знал, как быть дальше. Очевидно было одно. Выдавать себя уже поздно и даже опасно. Мы были готовы к предстоящему зрелищу. Я читал это в их лицах. Мы понимали друг друга без слов, как телепаты. Мы думали, как один, как единая нейросеть. Все! Или не все. Он спалился. Знаете, в каждой компании обязательно есть такой шлепок, который постоянно все портит. Он все бесит, не смешно шутит, везде мешается, все делает не так. В общем, такой амбицил оказался среди нас в тот злосчастный момент. И он подрывает все это уникальное стечение обстоятельств одним единственным звуком. Понятно. Палево. Что было дальше? Что? Ах, вы сукины дети. Даже тогда мы не шелохнулись. И не из-за смелости, нет. Напротив, мы были парализованы страхом, как антилопа, пронзенная взглядом хищника перед роковым броском. И только когда он вытащил это... Что? Мы как с цепи сорвались. Ой, больше шикарная песня. Одни прыгали с веток на землю, позабыв о высоте. Другие скользили вниз по стволу, раздирая руки и ноги. Мне же повезло еще меньше. Только хотел сказать и... Бедняжка. На секунду я потерял рассудок. Но удар вернул меня на землю. В обоих смыслах. Вместе с тем вернулся и ужас от происходящего. У меня аж глаз задергался. Серьезно. Я убегал оттуда с неимоверной скоростью. По безлюдному футбольному полю. По направлению к дому. Удивительно, но дыхание было ровным и спокойным. Логика работала как часы. Так. Первое. Хорошо, что мы все разбежались в разные стороны. Это лучшая тактика для ухода от преследования. Второе. Он полуголый. Пока штаны натянет и определится, за кем бежать, нас уже и след простыл. Третье. Вряд ли он вообще вонит за нами. Не оставит же он там машину и свою девушку в одиночестве. Четвертое. Он пьян. И это перечеркивает все предыдущие пункты. Ибо никто не знает, что ожидать от бухого разъяреного мужика с ножом в руке. Ладно. Самое главное, чтобы он не за мной побежал... Даже не знаю, что именно послужило триггером для запуска моих суперспособностей. Этот безумный взгляд? Огроменный кинжал? Или его гигантский агрегат, который бился о колени, как докторская колбаса, подвязанная на поясе? Я очень надеюсь, что эта история выдумана, потому что психика ребенка была просто нарушена в одночасье. Поток моих мыслей лопнул, как мыльный пузырь. Мозг отключился, тело переключилось на автопилот и рвануло так быстро, будто до этой секунды я просто стоял на месте. Дыхание остановилось. Едва касаясь земли, я слышал, как звук моего бега слился в один сплошной гул. Впереди ожидал последний барьер. В виде забора из сетки рабицы, который обрамлял футбольное поле целиком. И все бы ничего, вот только забор этот был выше меня на две головы. У меня не было времени карабкаться по нему. Я должен был сейчас же оказаться на той стороне. Иначе меня просто убьют. Что он сделал? И да, минуя все законы физики и физиологии, я просто перепрыгиваю через этот забор, даже не касаясь его. Ого. Жесть. Жесть. Никому такого не пожелаешь. Прям атмосфера что-то напоминает во всей этой анимации. Либо какую-то комбинацию, вот прям отчасти бесконечное лето, отчасти стилистику аниме, отчасти стилистику какого-то вот мультика, который я раньше видела. Тут свой уникальный какой-то стиль, но когда-нибудь смотришь, вот что-то такое вспоминается, что-то такое вот прям приятное. То, что я вот, например, смотрела или видела, и то, что мне прям очень понравилось. Прям, ну, очень приятно смотреть эту анимацию. Я не могу прыгнуть выше своего роста с поднятыми руками, что попросту невозможно. Но потом нашлись и те, кто мне поверил. Оказывается, подобное явление происходит регулярно. Классический пример. Немощная бабулька, в одиночку вытащившая из своей горящей избы тяжеленный сундук, который потом не смогли поднять четыре взрослых мужика. Скоро я пришел к выводу, что у человека есть скрытые энергетические резервы, которые включаются в экстремальных обстоятельствах. Вот только запускать их по собственной воле мы пока не научились. Вообще складывается впечатление, что при рождении у нас деактивируют ряд умений, на которые мы технически способны. Невидимость осталась. Не знаю, может быть, чтобы мы сами их развили. Должен же Homo sapiens эволюционировать и дальше. Да. Так что все мы, по сути, сверхчеловеки. И знаете, мне этого эпизода с детства хватило, чтобы уверовать в наше высшее начало. Все-таки получается, что история реальна. Блин, крайне годно. А, это комментарии. Ну-ка. Тут дальше идут комменты, да? Может, на конце что-то есть? А, он все это показал, смотрите, на видео. Блин. Вот тут. Очень многое изменилось, много новых деревьев. Так. Вот этой трубы не было раньше. Это газовая труба. Да, она идет. Вот-вот-вот. Вот оттуда заехала машина, сюда. Вроде я упал. Сюда. Шесть. Потом рванул, побежал в ту сторону. Да. Вот эта дверца была открыта. Я пробежал через нее. Ну, сейчас сетка порвана. И вот по вот этому футбольному полю я просто полетел. Я не бежал, я летел. Вот так вперед. А где тут сапор? Туда. Блин, ну вообще, мне очень понравилось. Если не учитывать то, что это какая-то студия по типу там отеля Хасбин. Это человек сделал сам скетчи. И я видела панк-шоу. Вот у него тоже были классные анимации именно по качеству. Вот если сравнивать по качеству, то у них вот что-то такое вот на одном уровне. Хотя я, честно, уже давно не смотрела панк-шоу. А он редко делает анимации. Но прям очень шикарно. Что у панк-шоу есть свой собственный стиль, что у скетча тоже. Я подпишусь на его канал и думаю, что еще на другие анимации тоже поделаю реакции. Мне понравилось. Вот честно понравилось. И жалею, что не посмотрела раньше. Что тут у него еще есть? Она как найти свою половинку анимации. Скетч-гинеколог-анимация. Короче, как я понимаю, он редко выпускает какие-то видосы. Но если у него все ролики с таким качеством, то в принципе это не удивительно. Другие видосики потом еще можем посмотреть. Если попросите, если захотите, можете написать. Я еще посмотрю его.